МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня исполнилось 35 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В областной столице прошла торжественная церемония возложения цветов к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах. В церемонии приняли участие глава города Елена Лапушкина, представители ветеранских организаций юнормейцы. В Самаре на базе нотариальной палаты сегодня начала работу горячая линия регионального общественного штаба независимого наблюдения за выборами президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Чтобы узнать необходимую информацию или сообщить о нарушениях избирательного процесса, можно позвонить по номерам 337 75 55 и 337 76 00 или написать на почту гор.линия2024собакойандекс.ру. В областной столице стартовала стратегическая сессия под названием «Инвестируй в историю». Она посвящена восстановлению исторического облика городов, инвестиционной привлекательности и опыте интересных архитектурных решений. Сегодня первый день форума. Эксперты из других регионов делятся с самарцами историями восстановления исторических объектов в своих городах. В Самарской областной детской библиотеке прошел праздник «Книга моей семьи», посвященный Дню книгодарения. Родители и дети принесли любимые произведения и поделились воспоминаниями, которые связаны с книгами. Подробности в программе события на телеканале «Самара ГИС». Православные верующие отмечают Сретение Господня, один из почитаемых праздников Русской Православной Церкви. По преданию, именно в этот день Богородица принесла младенца Иисуса Христа в Иерусалимский храм, чтобы посвятить его Богу. Накануне в храмах Самары прошло всеночное бдение. Утром совершается божественная литургия. Президент Владимир Путин объявил о повышении ежемесячных выплат медработникам первичного звена здравоохранения в малых городах, районных центрах и селах. В городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи, кроме базовой зарплаты, будут получать 29 тысяч рублей. Средний медперсонал – 13 тысяч. В населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек врачи будут получать дополнительно 50 тысяч рублей ежемесячно, а медработники среднего звена – 30 тысяч рублей. Специалисты сервиса по поиску работы выяснили, что каждому второму респонденту в Самаре приходилось отказываться от трудоустройства после успешно пройденного собеседования. Чаще всего причинами отказа работодателям являлись неудобный график, низкая зарплата и наличие более выгодных предложений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова